Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на неделю. Вперед! С 8 по 14 апреля 2024 года. Анализируем предстоящую цепочку событий, а также энергии, которые будут преобладать в течение этих 7 дней. Тем более, что у нас идет завершение коридора затмений, а также 8 апреля полное солнечное затмение. Поэтому настраиваемся и анализируем. Основные энергии, предостережения и рекомендации от карт. У вас здесь король мечей, восьмерка монет и рыцарь монет. Такая социально-бытовая неделя. Почему? Потому что по этим арканам у вас в первую очередь это как рационализаторский подход к систематизации вашей работы, вашей деятельности или поиску работы. Потому что восьмерка монет и рыцарь мечей, простите, и рыцарь монет это ситуация, когда вы понимаете, что для достижения результата нужен системный аналитический подход. То есть системное регулярное выполнение одних и тех же действий. И тогда вы получите по максимуму все то, на чего хотите и к чему стремитесь. Ну и в целом это также может быть обращение к юристу, нотариусу с целью решения каких-то вопросов, связанных с вашей работой, с вашей деятельностью. Или может быть легализации вашего бизнеса, получение каких-либо справок и прочее. Смотрим, о чем говорит данная триада с точки зрения личной жизни. Для тех, кто свободен. Аркан смерть, трансформация. Трансформация в каком ключе? Здесь арканы не сулят, не показывают знакомства, а здесь попытки покопаться в себе самих. Что с вами не так? Чего вы хотите от жизни? И как стоит над собой поработать, чтобы изменить те моменты, которые вас на данном этапе не устраивают? Если же вы у нас в любовных треугольниках, здесь ложится десятка мечей. Это ситуация, когда вы понимаете и осознаете, что тратите время и энергию в пустую, в холостую. Здесь четко желание поставить вопрос ребром и понять и осознать, что либо вы совместно по восьмерке монет работаете над отношением для их длительной пролонгации, для того, чтобы они были у вас длительными, стабильными, структурными. Либо если ваш партнер или партнерша не отвечают вам взаимностью, то вы будете ставить здесь жирную точку. Если вы в стабильных союзах, королева мечей, это попытки понять, проанализировать действительно также, что не устраивает в партнерстве, что нужно поменять, как его концепцию применить, к чему подойти. Здесь больше, знаете, как стратегия. Опять же, по королеве мечей это влияние женщины воздушной стихии, весы, близнецы или водолей на ваш союз, на ваше партнерство. А именно, ну может быть, знаете, как взгляд со стороны. Не всегда он, конечно, правильный или корректный, но возможно вы для себя услышите какую-то толику истинную относительно того, что происходит в вашем союзе, и будете пытаться что-то здесь менять, работать над собой и над отношениями. Смотрим, о чем идет речь относительно вопросов работы, бизнеса и карьеры. Для тех, кто сейчас не работает и работать не может. По шестерке жезлов здесь понимание и осознание, что вам необходимо для достижения успеха. А именно, король мечей, восьмерка монет и рыцарь монет, это обретение какой-то базы знаний, которая вам позволит впоследствии работать на самих себя, быть независимыми, конкурентно способными и действительно работать в удобном для вас графике и ключе. Если вы у нас соискатель, девятка монет. Это желание все-таки реализовать свой потенциал, работать на самих себя. Король мечей это есть идея, есть структура, есть понимание. А восьмерка монет и рыцарь монет это поэтапно идти к реализации своего плана, к своим целям и желаниям. Если вы у нас наемный сотрудник, то паж монет опять же говорит о ситуации, что вы будете обретать новый опыт, новые знания, будете вкладываться в свое обучение. Безусловно, за него может оплачивать ваше предприятие, ваша компания. Но и помимо всего прочего, это ситуация, когда вам могут дать стажера, студента, которого вы будете обучать энное количество времени и передавать свой опыт, навыки и знания. У некоторых из вас это ситуация, что вам могут предложить должность HR. То есть и как следствие вы будете отвечать за подбор персонала непосредственно в вашей компании. Если вы владеете собственным делом, двойка мечей это вопрос паритетов, а именно оценить здраво работу вашего персонала, ваших сотрудников и тех, кто, скажем так, вам не подходит, с ними распрощаться. Потому что здесь стратегии оставить самых лучших, сильных или, грубо говоря, для вас ресурсных, чтобы действительно получать выгоду. Если вы работаете сами на себя, то проанализировать, что вы делаете не так, какие ошибки либо промахи допускаете в своей деятельности, чтобы попытаться это искоренить, но как следствие исправить. По состоянию здоровья двойка чаш, прекрасный аркан, карта, которая говорит о том, что вы в ладу с самими собой, все в гармонии, эмоциональная, ментальная, физическая составляющая. И многие из вас еще здесь будут активно работать над прокачкой личностных качеств, физической выносливости. Опять же, ситуацию, когда вы можете сами себе ставить, я даже не могу сказать, какие-то ограничения, как вопрос вызова, отказаться от чего-либо на длительный период, чтобы посмотреть на силу воли и ресурсность вашего организма. А мы смотрим с вами предостережение. Повешенные рыцари жезлов и тройка чаш. Видите, это как осознанная аскеза, осознанный уход от какой-то бурной жизни, деятельности или активности. Здесь желание больше времени посвящать себе или взаимодействию с той группой лиц, которая разделяет ваши ценности. На текущий момент ваши увлечения, ваши убеждения и так далее. То есть окружить себя таковыми людьми. Опять же, если это новая практика, новая стратегия, допустим, вы действительно впервые пробуете йогу, то здесь рыцари жезлов и тройка чаш это общаться с единомышленниками, чтобы добиться максимального успеха в той нише, либо на том поприще, которое вы по сути для себя избрали. Если это касается поездок, то сейчас будут оптимальными поездки на отдых, на ретрит, на восстановление, в идеале еще в те локации, где вы бывали ранее. Если вы отправляетесь самостоятельно, либо в ретрит с незнакомой группой лиц, то здесь как заранее все продумать, просчитать и запланировать, чтобы потом вы не оказались в подвешенной ситуации. Смотрим с вами совет от карт. Аркан влюбленные. Во-первых, это быть в согласии с самими собой. Во-вторых, идти на контакт, на коммуникацию, на кооперацию, выстраивать личные, деловые, социальные взаимоотношения. Потому что сейчас будет наиболее активный период для вас коммуникации, люди к вам тянутся, вы тянетесь к людям и, соответственно, здесь может быть плодотворное сотрудничество. Помимо всего прочего, данный аркан у нас предполагает ситуацию выбора чего-либо, неважно в какой нише, в какой сфере. Будь то работа, личная жизнь, вопросы питания, реализации, путешествий. Влюбленные в рамках этой недели делать значимый для вас выбор, который действительно вам позволит, так сказать, обрести эти крылья за спиной. Ощутить легкость, зону комфорта и радость текущей жизни, текущего воплощения. Смотрим с вами неожиданность периода. Что здесь? Карта просится сама, поэтому оставим. Ой, 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 ой. Какие у вас интересные явнозначные арканы здесь ложатся? Одержимость, токсичность и стой на своем, ну либо иди до конца. Здесь в первую очередь, знаете, как ситуация, которая вас отравляет изнутри. Сейчас объясню. Когда вы чего-то очень сильно хотите, но не даете себе возможности рискнуть, попробовать или все-таки реализовать себя на этом поприще. И это вас разрушает изнутри. Почему? Потому что вы одержимы идеей, а не даете выхода. У вас не раскупорена, так сказать, ваша токсичность. Так вот, стой на своем, иди до конца. Необходимо реализовать задуманное. Даже если вам страшно или кажется, что не получится, или там сейчас не время, не те обстоятельства. То есть не думайте об этом. Концентрируйтесь на том, что находится внутри вас. Вам нужно дать выплеск вашей энергии, иначе действительно эта энергия будет работать против вас. Поэтому возьмите себе это на заметку. А в остальном у вас легкая, прекрасная, комфортная неделя. И мы с вами так и закроем. Чтобы она действительно вам шла в плюс и несла только положительные изменения и перемены. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. За вашу поддержку, лайки, донаты, комментарии. За то, что делитесь видео с друзьями. Для меня это очень ценно. Благодарю каждого из вас. С вами со всеми не прощаюсь. Услышимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok